Индийская женщина ведёт за ручки двух девочек европейских. Я думаю, я открываю вот это мороженое. Девочка глаза вытаращила, на меня так оборачиваются. Может быть, родители ей не разрешают. Вот, добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Сегодня 6 января 2020 года. С Сашей уже ушёл. Я вот теперь мороженое буду себя баловать немножко сегодня. И мне сейчас Галина сказала, говорит, иди через Лавт-Темпл. Там, говорит, какой-то тантра-фестиваль, говорит. Очень интересно, они такие красивые, все в белом, если, говорит, успеешь. Ну, не знаю, пятый час. Но иду. Мне интересно, что там такое в белом. Тантра-фестиваль. Как они там выглядят. По светлу хочу посмотреть, что они там жгли-то. Смотрите, это всё корни. Корни меня от пальм. Вот, видимо, какой-то жгли большой кусок корней. Вот, и это обжигали. Зачем обжигают? Почему до конца не сжигают? У них какой-то шалашик тут. Всё любопытно. Так, сегодня начинается с шестого по десятого Гуа-Тантра-фестиваль. А это шо? Два Дэйс-фестиваль. Первого, второго февраля. А что с грибами? Что-то непонятное у них тут творится. Ну, где они в белом? А, вон тапочек много. Но двери-то у них закрыты. Там они, что ли, фестивалят? Чё у них там творится? Может, спешл-гест, специальные, особенные гости. В одиннадцать. Так, нет, что такое? В одиннадцать утра начинаете, да? Махара, весь Махара. Ой, в общем, сами читайте. Но фестиваль начался. Так, хатка-йога. Ещё йога. С шестого по десятого Гуа-Тантра-фестиваль. Вот, дорогие друзья, ничего не скрываю. Всё вам показываю. Но везде опаздываю. Такой вот нерасторопный корреспондент. Что можно ожидать из человека, который проспал Новый год? Амма, коровушка вон, любительница кафе. Интересно, пойдёт по ступенькам наверх или нет. Ещё одна коровушка. Столиками, столиками перекрыли свою... Что ты делаешь территорию? А, это мой. Что ты там делал, а? Ты зачем это делал на столике? Пошли. Печеньки папа купил. Так, знает, вот он где остановиться? Знает. Смотрите-ка. Какой умный, а? Знает, куда я иду. Знает, кому я передам печеньки. Вот умный ты парень, вот умный. Прям вообще, very smart guy. Our baby, this baby very smart. И ждёт, стоит, да. Ага. А чё, он же знает, что ты ему без меня не будешь выдаваться. На. He knows you not give him without me. Ага. I am not you. Да. Ничего и нет у тебя без меня. Вот почему всё время ты так? Ведь потом же начинаешь и есть активно, и ругаться с другими, кто приходит. Ну, дай ему, поднеси с выносом на руках. Давай, я тебе вот так вот предложу. I will give him, да, I will give him like this, with respect, с уважением я ему дал. А ты ж какой, а? I saw when he lay down. Растягивает удовольствие, просто понятно. Ты такой любопытный, тебе всё надо. Камеру надо понюхать, всё надо. А мне вот снимать надо. Видишь, мне надо снимать. Привет. По цвету определяют и тоже в этой тусовке. А что это у них обозначает? Куда они? Сан-Сфлэш, большой регги-фестиваль. Будет очень скоро, и завтра выше будет при пати. Там будет регги-музыка, да, музыка. Ага. Позитивные вибрации. Мои друзья выступают. Ясно. А что цвета-то обозначают? Ничего? Просто так? Это эфиопский флаг вообще, и цвета означают как бы красный. Это всё живое, а кровь, у кого есть кровь, красный цвет. Жёлтое солнце, зелёные растительность, всё вокруг живое. Ясно. Природа, короче. А Тафари-то чего не пришёл? А он идёт, он чай пьёт там просто. Деловой такой? Потихонечку. Идёт потихонечку. Ясно. Отлично. Замечательно. Там вот флайеров у них вот эта вот целая упаковка, да, вот сейчас будут раздавать? Да. Угу. Классно. Как у вас дела? Отлично. Вот я его так вот первый раз и встретила. Одного, одинокого, делового, самостоятельного. Я думала, вообще гуляет один сам по себе, да. Где-то что-то нашёл. Пьёт чай за 10 рупий. Мой тоже вон попил. Наконец-то стали разносить чаи за 10 рупий. Какой-то индиец разносит индийский чай. Привет, Тафари. Намасте. Намасте, говорит. Да. Сладкая? Куда смотреть? Вот туда, на флаг? Куда смотреть? А куда смотреть? Вниз. Куда смотреть? Вниз? Вниз, а почему? Это вниз. Ну, я смотрю вниз. А что там внизу? Ничего там нету интересного. Это вниз. Ладно, буду, 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 буду вниз. Вот, вот. Он, давай на дядю Саши. Ты с ним здоровался? Иди поздоровайся. Иди поздоровайся. А он тебя любит. Нет. Ну да, он хороший. Ну да, он хороший. Иди скажи ему намасте. Ну, в принципе, молодец. Не надо совсем уж с незнакомыми людьми в таком возрасте, наверное, сильно законтачивать. Выходи, Пятачок. Или кто там, Винни-Пух? Кто выходи? Винни-Прус. Леопольд, выходи. Леопольд. Все собрались, все в сборе. Ой, ой, ой. Вот, посмотри, это я сделала вчера. Прямо я в них влюбилась. Желуди, видишь? Желуди, какая красота. Листочек и желуди. Прямо самую нравится. Очень красиво. А мы вот и Дашенька пришла. И я сейчас уже скажу тогда зрителям, да, что... Мы решили... Знаете, что у меня вчера случилось? Я вечером гуляю тут по пляжу и думаю, что-то я заскучала по Путапарте. Что-то мне хочется в Путапарте. Прихожу домой, Саша говорит, знаешь, дорогая, я хочу в Путапарте. Давай с ней на пять слетаем. Я говорю, как? Как? Я только час назад об этом думала. Ну что? Вот. Даша хотела. Купили и Даше билет. Люда захотела. И купил Саше и Люде билет. Поэтому мы через пару дней летим. Летим самолетом в Бангалор. Что? Помидоры помидорные. А-а-а. Которые нормальные, круглые, без зелени внутри. Они на вкус и запах помидоры. Помидоры помидорные. Помидоры помидорные. Спасибо. Откуда... Это прям вот такой... Откуда травишки? Откуда помидоры помидорные? Друзья привезли. Ага. Вот. Я же тебе говорю, вчера меня пробило вдохновение. Я сделала тебе серый комплект. А почему мне? А мне вот захотелось. Ты же знаешь, я же ничего не делаю такого. Или на заказ уж совсем. Или вот от души. Мне прям неудобно. Неудобно что? Смотри, внизу перышко. Ой, какая прелесть. Какая милая. Супер. И браслет. Еще и браслетик к нему. Да. Носи на здоровье. Надо одеть. Спасибо большое. Давай, давай. Спасибо. Сейчас одену. И похвастаюсь. Ага. Удлинительная цепочка, это ты зажала пальчиком. А, сама зажала, если точно, как удобно. Если ты не кому помочь, ты сама это сделаешь. Ой, спасибо. Спасибо. Ой, слава богу. На. Спасибо огромное. Это тоже надо. Спасибо большое, моя хорошая. Все-таки мне эти люди так вдохновили. Свои... Не знал. Они же вот мне это одно подарили, а одно я купила. Это из Перламутр. Смотри, какие получились стеки. А-а-а. Ой-ой-ой-ой. Это они тебе такое сердце подарили, да? А одно я купила. А это не тяжело для ушек-то? Нет. Очень красиво. Ну, вообще, ты будешь прямо вот, прямо как... Нет, это я... Давай, ага, давай отойдем. И я еще хотела сказать кое-что зрителям. Увидела, что у меня сумка далеко лежит от Саши. А ты не сам манять надлива. Да. А это вас в Ютубе видела еще перед моей первой зимовкой. Это узнала по мужу. А меня все узнают по мужу. Я говорю, Таня Калугина. Я сейчас увидела, я ей объясняла, дала контакты. Да, я думала же. Но сейчас вот мы уезжаем послезавтра. Ага. Я говорю, что мы сейчас на доме напрямую вернемся. Спасибо вам большое за что-то. Не за что. Я такой кайф получила. Я всем рассказываю. Но это вот вы уже ходите, вот это вот вы уже брови делаете? Или вы еще что-то делаете? Нет, это я просто релаксировала сегодня. Сама, да? Хорошо. Вы так красиво нарелаксировали. Спасибо. У него вот тоже, смотрите, какой он динозавр Рекс. Правда, уже это... Стерся, да? Что у нас на лице Идане? Что там? Ну, как? А, окей. Не знаю. Да и не у нас. У нас это, нигде не снять денег. Мы даже в МАПС уездили, в трех банкоматах не могли снять. А она сейчас это, да. Мы сейчас ей дали бумажками, а потом она переведет мне на карту. Жить не на что человеку. Вот видишь, помидорами кормятся. Увозим ее в путапарте. Мы ее в путапарте подкормили. Когда выезжает? Бесплатной еде. А, здорово. А сколько? Ну, как Бог даст. Так, ну давайте мы вас дорекламируем-то. Как вас зовут? Рассказывайте. Меня зовут Татьяна. Вы откуда? Я из Беларуси. Да. Из Минска? Из Минска, да. Ага. Родом. Мой жила год. В Ростове, в Москве, Индия, Турция. А в Индии сколько вы живете? По сколько? Сколько, по сколько? В Индии живем мы третий сезон. Сын Богдан. По полгодика. Сын, да? Сын. О, теперь все видят, а то спрашивают, я говорю. И вы снимаете, да, жилье, у вас домик или что, или комнатка? Да, снимаем очень уютные апартаменты, с хорошим видом. На байке? На байке, да. Ага, далековато, да, отсюда? Нет, на Киркорва, да. А, рядом, да? Да. А байк тогда зачем? Ну, она же, я тренируюсь, у меня тренировки мои на пернёме. А чем вы тренируетесь? Tribal dance. А, а, вы еще и танчитесь. Вы тренируетесь, вы как бы сами для себя изучаете, или у вас там какая-то группа танцевальная, еще что-то? Ну, там группа, но каждый для себя, конечно. Ага. Кто, ну, кто чем занимается? Стретчинг, tribal dance, вокал. Чего здесь только нету? Ну, и вот вы вот про брови, что вы еще делаете, значит, брови вырисуете, да, шугаринка. Бровки, ламинирование, ресничек. Ага. Это у меня в планах. Да, это уже вернётесь в Кутапарте, вы же вернётесь? Конечно. Ну, там и на несколько дней, не на пить мы думаем, на пять, на шесть. А, вы всё вместе? Мы не зарегаемся, мы на недельку поехали, вернулись через три. Бывает, всяко бывает. Ну, давайте ваши контакты тогда, кто вас разыскать, хочет, как вас разыскать. Это не моя. Или разыскивать Людочку, разыскивать. У меня есть. Да, найдёте. Или Татибо во всех соцсетях. Татибо или Татьяна Калугина в Facebook. А я серьги сделала вчера новое. Как сделали? Сами? Сами, сами делали. Да, вау. А дело показать просто сегодня. Очень красиво. Жёлуди, видишь? Да, очень красиво. Ну, потом продам. Правильно. По матросе выбросили. Пошли, Магдан. Ладно, хорошо, хорошего вечера вам. Я очень рада была тебя увидеть. Взаимно. И мне очень понравилась твоя фотка на камне. На скале. Очень клёвая. Да, от меня друг мой очень хорошая фотка. Это на Светлэке. А, на Светлэке. Ну, я так и подумала, где-то на клипе или где-то там. Да, так что я прям захотела прийти туда на Санцете и сделать фотосессию хорошую. Очень удачная фотка. Пойдём дальше. Слушай, я теперь о плохом хочу рассказать. Да, вот, ну вот. Боятся сразу? Сразу боятся. Сегодня письмо получила от девушек, которые уехали в фотоапарте. Кто чем? Кто-то улетел, а одна поехала поездом. И у неё там украли всё. Сумку с документами, с деньгами, вот это всё. Они говорят, что, скорее всего, там орудовало двое, ну, там как компания. Один отвлекал, а второй, это, я так полагаю, что был дешёвый класс. Окна открытые вот эти вот с решётками. Ну, как мы обычно ездили. И вытащил сумку из, значит, вместе с документами, с деньгами. Абсолютно всё у неё через окно утащил. И сейчас она живёт в посольстве в Чинае. Я не буду говорить, кто это. Ну, тут её там видели девушки, да. Вот, и ждёт документов, чтобы ей восстановили документы, понимаешь? В общем, что? Вот у меня моя учительница по-английскому, она всегда называла эту штуку, вот эту вот на пояс. Пояс Маджахеда, она говорила. Я всегда, говорит, с собой ношу. Ну, я в дороге всегда... У неё прямо даже специально сшито из тряпочки, там, какой-то особенный, там, с липучками, с крючочками. Надо пояс, надо сумочки на грудь, надо их пристёгивать, там, под низ, одевать. Я всегда говорю, прячьте деньги в трусы. К майке, да. Вот и всё. Девчонки наши все ездят, у них там трусы с карманами, да. У меня, кстати... А что это не такой, не секрет? Я прям купила трусики с карманом на резинке, фабрично, французские труселя. Вот, ну это, конечно, вот очень неприятно. Тем более страшно одной, она едет одна, и вот она в такой ситуации оказалась. У неё и паспорт там был. И паспорт, все документы. Ну, ты понимаешь, вот нет бы вот куда-то туда, вот или туда вот это вот всё вот при... Вот почему вот он так, да. И он всегда вот вовнутрь это засовывает. Я, знаешь, как, я одеваю маечку, потом пояс, а потом сверху футболку, ну или платье, или что там, в пути. Ну, я тоже всегда одна путешествовала, у меня топик был, вот тут вот сумочка на грудь, пристёгивала, пристёгивала бы лапками. У него несколько жилеточек в Петербурге он покупал, много-много карманов, обязательно. И всё это он застёгивал, пристёгивал. И вот не первый раз, вот как бы, в том году тоже у кого-то люди, люди в этом держали, в рюкзаке держали в том году. Они на позитив, а я их это, вернитесь, давайте в негатив. А ты возьмёшь меня к себе в компанию? Ну, видишь, месяц я не имела вдохновения, не шло. Вот не приходила, знаешь, вот бывает такое, ну вот, вот не хочется. А вчера прям вечером просто выдвинула свои коробки, поставила стол, достала лампу большую и села, и прям... А, мы же с тобой ведь ходили, когда я этот рум-тур-то делала, я хотела показать твои коробочки, камушки. А мы забыли с тобой. Как ты, да, где ты заказываешь, там чего эти твои... А мы, когда вернёмся, я хочу сделать заказ на флипкарт, я выбрала там уже всё. Ну, думаю, пока подойдём. Ну вот не было, не было желания. Сейчас пришла. Ну вот. Вот поэтому я вижу сейчас всё это, под крылок Саши все свои сумки подтолкнула. Ирина всегда говорит, что у тебя такой маленький багаж, а у меня сейчас сумка такая мне здоровая. И когда в футапарте ездим, а ты говоришь, что у тебя маленький багаж, а у меня всегда один и тот же для футапарта. Ну, что я могу сказать? Всё равно Нелли наш идеал путешествий, и так я не смогу. А, он смеет, он как слышит слово Нелли, стайл. Он начинает смеяться. Ноу пособл, ноу пособл. Ноу пособл. Ноу пособл.